У нас сегодня интереснейшая беседа предстоит, я так надеюсь. Мы даже еще до начала начали уже активно беседовать. Мы в бизнесе привыкли мыслить и смотреть более узко, куда идет глобальная экономика, что с экономикой украинской, циклы кризиса, ликвидность и так далее. И вот в этой парадигме мы смотрим на мир, смотрим на свой бизнес, смотрим на себя. Но мне кажется, что это чуть-чуть узкая парадигма и что нужно учиться смотреть более широко, более глубоко. И с моей точки зрения, сегодня в мире происходят такие радикальные трансформации, за которыми бизнес видит очередной какой-то экономический кризис. Я же вижу не очередной экономический кризис, я вижу глобальный, скорее трансформационный переход человечества на некий новый уровень эволюционного развития. попытка, когда старые модели, подходы перестают работать, когда вызовы стоят перед всем человечеством, а не перед отдельно взятым государством, когда мы связаны в единое целое, но не знаем, как жить в этом едином целом, потому что эта связанность, она нас больше разъединяет, чем пока соединяет. И вот об этих всех вопросах, куда сегодня и где мы ходим, с нашими спикерами, гостями, это Андрей Баумейстер, наш постоянный гость и спикер в СЕО-клубе, доктор философских наук, автор множества монографий, популяризатор философии. Следующий гость, который первый раз у нас в Кубе, у нас большая честь, это Владимир Крамник, чемпион мира по шахматам в 2000-2006 году, правильно? 7-го, ну не важно, да, чемпион мира по 14-го. Извините, значит мне неправильно. Да, неважно, это уже было так давно, что. Да, и Владимир Соловьев, публичный интеллектуал, основатель Берлинского философского клуба. У нас есть видение, как сегодня провести эту встречу. В первой части у нас будет такая публичная дискуссия, беседа трех наших гостей интеллектуалов минут 30-40 по их сценарию. Во второй части мы перейдем уже непосредственно к общению, к вопросам, ответам. Поэтому передаю слово Владу Соловьеву. Да, мы решили для удобства меня называть Владом, а Владимира Крамник называть Владимиром, чтобы мы не путались. Да и потом у многих с Владимиром Соловьевым связаны не очень хорошие ассоциации. Я надеюсь, это немножечко изменится. После того, как вы со мной получше познакомитесь. Но с другой стороны, это всегда приятно, когда в дискуссии присутствует какой-то Владимир Соловьев, который может ее направлять. Может быть, просто сделаем немножко более лучшего версии в моем лице. Хорошо, мы сегодня уже не раз говорили о парадигме, о том, что это парадигма, и о такой концепции, как смена парадигмы, которая, безусловно, многим из вас знакома. Эта концепция к нам пришла из науки. И в науке смена парадигмы означает, что в какой-то момент определенный происходит глобальная смена взгляда на те или иные вещи, глобальная смена мировоззрения. Обычно это происходит внезапно, несмотря на то, что факты в пользу новой парадигмы копятся довольно долгое время. Но вот какой-то один последний факт падает, и вся тарелка переворачивается с ног на голову, она переворачивается вверх дном. И мы уже видим мир совсем по-другому. Так вот, мы сегодня хотим провести нашу беседу в рамках как раз взгляда на текущую ситуацию, как такую, ту самую смену парадигмы. Потому что очень долго изменения в обществе и во многих аспектах человеческой жизни они копились, они собирались, словно соломинка за соломинкой падала на спину этого верблюда. И вот теперь на нас свалилась. Я не скажу, что одна соломинка, это, наверное, целый ворох соломы на спину этого верблюда, после которого, вероятно, возврата к прошлому уже не будет. И сегодня после этих событий еще долго мы не вернемся к прошлой жизни как минимум, а, скорее всего, не вернемся к ней уже вовсе. В данном случае, говоря о смене парадигмы, новая парадигма, она не отменяет предыдущую. Она лишь делает ее каким-то частным случаем или одной из возможностей. Это не значит, что мы до этого жили не так, а сейчас будем жить иначе. Вероятно, мы сейчас в момент смены этой самой парадигмы начнем жить в новом мире по тем правилам, которые уже давно копились и которые уже давно должны были изменить нашу жизнь, но не изменили. В частности, как вынялась экономическая парадигма постепенно? У нас был постепенно переход к электронным деньгам, а в ближайшее время это будет сдвиг к блокчейну. Также у нас на протяжении последних 100 лет после Первой мировой, после Второй мировой войны мы двигались к глобализации рынков, а также глобальной сегментации рынков. Это постепенно изменялось, но не было того момента, когда мы вдруг стали бы жить в новом мире. Говоря... Одна секунда. Можно кто-то пишет, наверное, и оно слышно. Андрей, может вы? Можете, кто не говорит, отключить микрофон, чтобы не было фонового звука? Спасибо. Да? Я вот не слышал. Ну ладно, хорошо. Значит, если говорить о смене политической парадигмы, то мы видим, что в последние 50 лет правительство становится все более и более популистскими, более и более функциональными, более и более такими выполняющими какую-то функцию с одной стороны и участвующие в каком-то глобальном шоу с другой стороны. Мы подошли к политике в новом понимании. Социальная парадигма изменяется. Это продолжается атомизация нашего общества. Мы видим, что создаются все меньше и меньше группы интересов и возводится на пьедестал все больше и больше интересы личные каждого отдельного человека. Как если бы больше нет больших идей, а есть вот такие большие и маленькие люди, которые его интересы, они очень важны. Ну и, наконец, технологическая смена парадигмы. Изменились значительно средства связи и доступность перемещения, за что мы сейчас и поплатились. Потому что тот вирус, который распространяется, он распространяется как раз в основном, если говорить об информационном вирусе, потому что все-таки мы больше живем в страхе, чем на самом деле в опасности. Распространяется благодаря соцсетям и интернету. А если говорить о действительном распространении, то он распространяется благодаря тому, что мы сейчас можем путешествовать. Путешествия стали доступны, гораздо более доступны. А также соцсети появились. Ну и, наконец, стоит также заметить об экологической смене парадигмы. Если мы до недавнего времени потребляли бездумно, мы сейчас вот уже к концу 20-го, начала 21-го века все больше стали задумываться о том, как бы нам озаботиться природой. Потому что мы поняли себя, осознали себя частью природы. И еще раз повторюсь, после этой длинной тирады, мы сейчас находимся во времена смены парадигмы. В какую сторону изменится наша жизнь? В лучшую, худшую? Мы продвинемся вперед или отступим назад? Вот это мы попробуем сегодня разобраться. И попробуем разобраться в том, на какие основные идеи и ценности эта новая парадигма будет опираться. И здесь я, Владимир, вам передаю слово. Добрый день всем. Я бы сказал так, да, соглашусь со многим, что Влад говорил, но мне кажется, сейчас очень важный момент, переходный, то есть все эти тенденции, которые накапливали все, что происходило, ну, если можем сказать последние 20 лет, давайте возьмем так для анализа, они просто проявились, на мой взгляд, довольно ясно, но это не значит, что это все не происходило. То есть мне кажется, что сейчас такой вот момент, знаете, схватки какой-то за будущее человечества, и очень важный момент. Я считаю, что надо начинать очень серьезные дискуссии, правильные дискурсы выстраивать, начинать думать о том, как мы вообще дошли до жизни такой, да. То есть что я имею в виду? Вы знаете, если мы говорим, так сказать, об устройстве общества, да, любой страны, например, государства, да, и в целом мире, то есть есть некий баланс, я пока с этой стороны зайду, да, с этого угла, есть некий баланс между, как вот, уважаемый Андрей называет, демосом и, скажем, элитой, так называемой властной финансовой, да. Мне кажется, что общество может достойно существовать, только если этот баланс сохраняется каким-то образом. И, к сожалению, последние лет 20, ну, мне кажется, довольно очевидно, если так посмотреть аналитически, что этот баланс очень резко сдвигается и не в нашу сторону. Если я себя, например, перечисляю к обществу, да, к демосу, я думаю, что, наверное, большинство из нас, да, перечисляют. То есть, и я просто вижу, меня уже очень настораживали многие моменты, которые происходили, и очень сильно настораживают то, что происходит сейчас. Соответственно, вот, я бы хотел об этом поговорить. Я считаю, что мы, к сожалению, очень много отдали пространства в последние годы, не заметив этого. То есть у нас так мягко, мягко, но настойчиво забирали, как бы, наши права. То есть, если так, честно говоря, я бы, вот, если проводить сравнение с каким-то контрактом, да, а можно абстрактно так, в некотором смысле, сравнить вот этот какой-то общественный договор с неким контрактом, да. И у меня такое ощущение уже довольно, по-моему, очевидно, что, скажем, вот эти элиты, ну, буду так называть, очень условно, немножко, конечно, иронично, они отозвали, в принципе, свою подпись под этим контрактом, а мы по-прежнему, наша подпись стоит. То есть мы, в общем-то, выполняем свои обязанности, но очень многие обязанности, которые были в этом неком, может быть, не писанном социальном контракте, власть, финансовые элиты, они перестали выполнять. И уже я даже, в принципе, зайду дальше и скажу, что очень многие, даже демократические, в кавычках или не в кавычках, уже выбирайте сами страны, в принципе, нарушают конституцию, нарушают, обстановополагающие конституционные законы. То есть, по сути, это выход из договора, если эту аллегорию, если это сравнение приводить. И я думаю, что мы должны, нам пора уже, наконец, проснуться и как-то на это отреагировать. То есть, как-то, может быть, отозвать свою подпись, может быть, потребовать нового договора. Но, опять же, приведу такой вот пример. Это примерно, мне кажется, сейчас напоминает боксерский поединок, в котором мы, как демо, забились в угол, закрыли лицо руками, закрыли, и вот соперник как бы нас медленно-медленно, но стабильно бьет, пытается пробить. А мы просто стоим, закрыв и все, отдавая все больше и больше пространства и даже не пытаясь контратаковать. Ну, очевидно, что чем это закончится? То есть, мы получим нокаут, рано или поздно, вопрос только времени. И мне кажется, что тенденция очень-очень явная. То есть, она, ну, я приведу какие-то четкие примеры. Например, то, что, в принципе, одно из основополагающих пунктов этого договора социального было невмешательство в частную жизнь гражданина, да, без каких-то судебных решений, без каких-то очень серьезных поводов. Важнейшая, важнейшая часть договора, да, то есть, но она просто уже нарушена, и все это отлично знают и понимают. То, что, скажем, телефоны, айфоны, они собирают информацию, они следят за нашими передвижениями, эта информация собирается на сервера. То есть, по сути, это абсолютно легализованное, в принципе, нарушение конституции, да, слежка за людьми. И мы почему-то это проглотили, и сейчас это стало нормой. Я практически уверен в том, что лет 40 назад там просто бы революция бы произошла в любой европейской стране, если бы кто-то это предложил. Сейчас все об этом знают, это становится нормой. То есть, это вот вторающий момент, на котором я хотел остановиться, это то, что какие-то стандарты, мы отходим от стандартов, то есть, то, что считалось неприемлемым, потихонечку становится нормой. Я по-прежнему считаю это неприемлемым. Скажем, и это неконституционно, безусловно, но мы почему-то отдали это пространство, одно из многих, к сожалению, один из многих моментов, который мы отдали, и надо пора забирать назад, потому что я вижу тенденции, которые сейчас происходят, современные, это вот даже серьезные разговоры о принудительной вакцинации в общем-то взрослых людей, но это следующий шаг, если мы отдадим это, я не говорю о том, правильно это или неправильно, надо вакцинироваться, или не надо, я не специалист, я просто говорю о том, что абсолютно неприемлемо принудительно это делать, не говоря уже о том, что мы не знаем устройство вакцины, например, то есть лекарство, по крайней мере, любое лекарство, которое ты принимаешь, во-первых, тебя не принуждает, во-вторых, там полностью расписаны все компоненты, вакцина, в ней не содержится описание всех компонентов, и как бы попытка принудительно нас заставить вакцинироваться под там предлогами эпидемии, то есть которые не доказаны, но еще пока все-таки не доказаны, конечно, коронавирус очень опасная штука, да, но нет еще прямого доказательства того, что, во-первых, эти вакцины работают, во-вторых, то, что это намного опаснее гриппа, то есть это как один из элементов, это следующий шаг, то есть нас отнимает все больше и больше пространства, я практически уверен, что потом следующий шаг уже будет там браслеты, то есть чипы, и может быть в конце концов ошейники, как у собачек на прогулке, да, то есть я просто вижу, насколько это все идет, мы проглотили слежку за нами тотальную, мы разрешили это сейчас, мы разрешаем, мы разрешим вакцинацию, мы разрешим что-то еще, то есть я считаю, что на мой взгляд вот это одна из тем, которые очень важно поднимать, начинать обсуждать и начинать как бы вставать во весь рост и говорить свое мнение на эту тему, то есть я знаю, даже по своим знакомым, по многим, что очень много людей, но минимум половина она против этого, но если мы не, скажем, дадим опять себя в угол загнать, да, то в общем получим удар, вот это одна из тем, которые я бы хотел сегодня обсудить и вот напоследок этой своей речи, одну такую, скажу фразу, сегодня мне как раз в интернете попалась на глаза и мне кажется, что она очень важная и может быть хорошая именно для сегодняшней дискуссии, это вот Эрик Фром, философ известный, вот он сказал, как-то написал такое, мы есть то, что о себе внушили сами и то, что о нас нам внушили другие, вот я в это абсолютно уверен, покуда мы считаем себя слабыми и о государстве мощным, которое готово, которое может сделать все, что оно захочет, я абсолютно не считаю так, но покуда мы считаем, то так и будет происходить, покуда мы внушили себе, что мы никто, что мы муравей и мы ничего не сможем, не можем с этим сделать, ну так и будет, к сожалению, это моя точка зрения. У меня есть тут вопрос к вам по поводу этой позиции, во-первых, по поводу элит, вы считаете, что элит это какая-то постоянная группа людей или династическая группа людей, какие-то другие люди другие, чем мы с вами или элиты, это просто такая ниша в нашем обществе, когда у нас человек рождается, у него есть возможность попасть как в нишу демос, так и в нишу элит. Вот здесь я считаю, я слово элита, я его закавычиваю и в общем-то я иронический смысл вкладываю. Я считаю, что каждый человек абсолютно имеет те же права и для меня тот, кто стоит выше по социальной так называемой лестнице или ниже, то есть для меня не имеет это значения. Нет, я поясню. Я говорю об элите. Я поясню, в чем вопрос здесь. Это люди, которые, которые в общем-то формируют решения, которые имеют, так сказать, имеют возможности изменять так сказать, я не знаю, законы, задавать финансовые какие-то тенденции и влиять на экономику. вот это, скажем так, по мне, это политика и бизнес, но это не ящик. Для меня элита это другое, это немножко другое. Я просто поясню, я хотел бы пояснить, почему я этот вопрос задаю, потому что если мы говорим, что это какая-то группа людей, она является постоянной либо династической, это один вопрос, и значит, у них есть какой-то свой набор ценностей, и наша борьба с ними это вытеснить их и стать самим, своими руководителями. А второй вариант это когда элита это ниша, в которую попадают люди в принципе имеют шанс попасть, но потом изменяем мы там и той системой, которая сейчас главенствует. И тогда это значит, что в нашем обществе какие-то неправильные ценности сейчас исповедуются, и исходя из неправильных ценностей каких-то или массивов этих ценностей мы живем. То есть, например, когда мы говорим, что за нами стали следить, в случае, а, когда это династическая какая-то у нас идея здесь, это значит, что какие-то есть несколько семей, которые правят уже со времен Рима или еще когда-нибудь, и они за нами следят. Нет, нет, я не об этом. Нет, нет, я говорю это. Я прошу, чтобы это стало понятнее, потому что как только мы определим, в чем суть здесь, в чем заключается элемент управления, тогда мы поймем, что и менять. Если это люди, отдельно еще раз повторюсь, мы должны бороться с людьми. Если это идеи, значит, мы должны переосмысливать идеи. Нет, мы вообще, я думаю, во-первых, бороться, ни с кем особо не надо. В первую очередь, на мой взгляд, со своим представлением о себе, о своей роли в этой игре. Я считаю, что роль Дэмоса, она может быть главенствующей, просто мы об этом забыли. Но элиты, это просто некая позиция, ниша, там постоянно меняются люди, но у них интерес, безусловно, уже видно аналитически, что интерес сохранять и приумножать свою власть, финансовый капитал. То есть, это понятно, мне кажется, всем. То есть, у них, скажем, это некая ниша, и вот человек, попадающий в эту нишу, чаще всего, его интересы, скажем, начинают не совпадать с интересами Дэмоса. То есть, скажем, и поэтому не надо бороться, не надо их убирать. Нет, они должны быть, они будут, но надо, скажем, баланс, сохранять баланс между тем, чтобы не было перекоса в одной из сторон. А на мой взгляд, сейчас большой перекос наблюдается, и, в общем-то, как естественно, в любом противостоянии, чем больше ты отступаешь, тем больше пространство занимает другая сторона. То есть, соответственно, вот я так это вижу, ну, никаких конкретных людей я не могу назвать. Просто вот две стороны вот этой игры, можно так сказать, которая, которая не может существовать друг без друга, но которая, на мой взгляд, абсолютно взаимосвязана. То есть, это примерно равные силы, я считаю. К сожалению, большинство нам внушили, вот, если по Фрому, нам долго внушали, и мы сами себе уже внушили, что мы, Дэма, что мы, в общем-то, очень слабые, и там вся сила, там все ресурсы, и, в общем, мы просто должны сидеть и слушать, что нам скажут. Но закончится это очевидно, чем, мне кажется, мало у кого есть сомнения. Историю мы все знаем, чем это обычно заканчивается. Хорошо, Андрей Олегович, к вам тогда этот вопрос тоже можно нарисовать. Как вы, как вы мыслите? Попытаюсь объединить те линии, которые вы наметили. Вначале, в Латвы сказали о смене парадигмы и о том, что мы сейчас переживаем точку слома этой старой парадигмы. Почему мы сейчас говорим об этой точке слома? Я и в Сэо-клубе, в том числе, и в своих выступлениях последние полгода, год, говорил о либеральном мире, о том, что то, что мы называем порядком мировым и складом, раскладом сил меняется кардинальным образом. Но именно сейчас мы увидели воочию, как эта вся система настолько она неэффективна. Ну, например, и здесь я присоединяю линию еще Владимира. Например, мы говорим о пересмотре общественного договора. И мировая система, и общественный договор, они строятся на каких-то базовых идеях и ценностях. И эта система последние 50 лет строилась на достаточно простых истинах и ценностях. Их можно описать так. Самое главное в этой парадигме это интересы индивида. Вот первый момент. Интересы индивида, его суверенное право, его свободы, словарь свободы, его права, словарь прав, его любые ориентации в этом мире, любые интересы, которые должны им преследоваться. Это святые интересы. А государство выстраивается как вспомогательная система, которая должна обеспечивать каждому индивиду вот это свободное развитие его интересов и целей. Это хитрая система, которая представляла государство как некую анонимную, скрытую, вспомогательную силу. фактически это такая бизнес-няня или индивидуальная няня, которая, в принципе, не имеет своих интересов, не имеет своих целей, кроме целей индивида. Это все было выписано золотыми буквами на знаменах либерализма еще с Лока, Джона Лока. Но наш разговор показывает, что и последние десятилетия, особенно последние месяцы в связи с пандемией показывают, что никаких таких идей индивида на первом плане не существует. Что индивид себя ощущает изолированным, слабым существом, который является заложником большой системы, этого левиафана. И в таких кризисных моментах, когда мы все изолированы, говорить о том, что мы можем создавать некие общности и выражать какие-то протесты, это позиция Владимира, мне кажется, что это не совсем реалистично. Вот я начал бы с этого парадокса. Система, и эта парадигма существовала на превознесении интересов индивида. В реальности же индивид все меньше получал доступ или прав на то, чтобы эти свои интересы реализовать. Это то, что касается индивида в демосе. А теперь вторая тема элит. Ваши вопросы были в точку к Владимиру. И я бы сказал так. Мы разбирали и в СЭО-клубе в том числе такие книги, как Даймонда или Харари. Они пользуются интересной метафорой. Даймонд говорит о том, как бактерии приручили человека. Это он изобрел такой ход в оружии, в микробах и стали. Они использовали наши тела для того, чтобы размножаться, усиливаться, и фактически они подчинили нас себе. А Харари придумал другой ход, как пшеница приручила человека и заставила его жить оседлым образом. То есть неолитическая революция это ухищрение пшеницы, которая подчинила человеческие ресурсы. Я бы сказал так о ценности, которые подчиняют себе элиты. Ведь элита это определенные, вот я говорю о бизнес-элите, политической элите, космополитической. Она предлагает нам определенную цену вхождения в элиту. Это представление о том, что значит быть элитой, как действовать, какие иметь цели, задается именно теми ценностями, которые они предлагают. И я бы сказал, что индивиды, которые хотят из демоса подняться к элите, они должны подчиниться этим ценностям в первую очередь. Я бы, написал, если бы писал книгу подобных о раре, как ценности подчинили представители элиты, поскольку они связали себя неким договором обязательных догм, обязательного мировоззрения. И в этом мировоззрении вот те либеральные, неолиберальные ценности, которые я критиковал, они образуют собой такой вот кодекс, не знаю, построения коммунизма, да, или неолиберального рая. И вот сейчас, когда эта точка сборки проходит, точка надлома, мы видим, что это иллюзии, что вот эта анонимная слабая сила, которая должна была поддерживать индивида, на самом деле она является главным субъектом, главным актером, что от нее все зависит, что она может вторгаться в частную жизнь индивида, снова эксплуатируя его интересы. То есть к нам приходят в дом, хотят сканировать состояние нашего здоровья, хотят быть, чтобы мы были полностью открыты для этой большой системы, и говорят, что это во имя вашего блага, это во имя свободы, это во имя безопасности, это соответствует вашим индивидуальным интересам. И с такой логикой очень трудно бороться, потому что нужно доказывать, что это противоречит интересам индивидуа, что это опасно для индивидуа. А система говорит, нет-нет, успокойтесь, все, что мы делаем, мы делаем только исключительно ради вас, Владимир и Влад. это все для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо, и тотальное прививание, и открытость полностью вашей медицинской карты, и ограничение вашей свободы передвижения, и контроль за вашим передвижением, все это во имя индивиду. И вот теперь я завершаю вот эти свои вязания ваших позиций еще одним вопросом. Ну хорошо, а может ли Демос, и здесь я вступаю в некую дискуссию с Владимиром, может ли Демос, или индивиду Демоса, оказывать противостояние Левиафану, этой мощной системе? Я считаю, что сегодня мы попали в ловушку, и это сложнее, чем когда бы то ни было. Поскольку мы не имеем всех данных, понимаете, Владимир, у нас нет данных. Ведь истеблишн академический на стороне Левиафана или мощной системы. Ведь дискурсы, мейнстримные СМИ, унифицированная точка зрения, это в руках системы. И если вы будете говорить против нее, система скажет, что вы популист, что вы радикал, что ваше мнение идет против мнения науки или биологии, или скажем, прав человека, и вы будете маргинализированы этой системой. Я бы сказал так, если все данные открыты, скажем, наши медицинские передвижения, то всегда есть кто-то, кто эти данные лучше видит. Мы с вами, ни Влад, ни Владимир, ни я, не обладаем данными большого количества людей. Мы эти данные свои только предоставляем некоему центру. И возникает вопрос, кто этот центр, кто владеет информацией о нас с вами, кто отслеживает наши передвижения и так далее, кто раскрывает наши медицинские данные, если это понадобится для каких-то решений и решений споров. То есть это, я завершаю, не асимметрические отношения выстроились. Система строилась на том, что индивид прежде всего он на передовой, но получается так, что он достаточно слабый, зависимый, а сегодня еще и открытый в информационном плане, в индивидуальном плане человек. Вот для меня это вопросы. То есть смена парадигмы это переустановка ценностей и главных смыслов. И для меня тут три вопроса. Кто эти ценности и смыслы будет переустанавливать? Какие возможны центры силы, которые могут работать на новый порядок из связанности переходить в специальность? И третий мой вопрос, как это практически осуществимо? Как мы можем перейти в новый режим? Насколько новая парадигма может пролагать себе путь через эти новые центры силы? Для меня пока эти вопросы являются решающими. Да, ну вот вы знаете, тут у меня четкие есть мысли. Я не говорю о том, что это произойдет, это очень сложно, но это необходимо в любом случае делать. То есть первый вопрос, кто это будет менять, ну безусловно население, да, безусловно, совершенно очевидно, что элиты не заинтересованы это менять. То есть скажем так, если говорить аналогиями футбольного матча, в общем-то счет 2-0, середина второго тайма, мы заперлись так сказать в своей штрафной и пытаемся не пропустить третий гол. Совершенно непонятно, как мы можем изменить таким образом тенденцию хода матча и не проиграть в итоге. То есть менять должны мы. Владимир, можно я вам пока пропонирую? Вот мне интересно, очень интересный ваш тезис. Я позволю себе контр-тезис. Когда мы говорим о политической бизнес-элите, скажем, космополитической, она консолидирована, имеет а. данные, б. ресурсы, и ц. четкие цели. Малые группы всегда четко знают, что они хотят. Демос не обладает таким центром управления полетом. Когда вы говорите мы, Демос решит, всегда возникает вопрос, какие силы лидерские может делегировать Демос. Как он помимо политической элиты может воссоздать какие-то группы лидерские, которые могут повести Демос за собой. И здесь он в борьбе с системой чувствует себя уязвимой. Это долгая-долгая борьба, которую сейчас нужно начинать. Но мой просто вот контр-довод состоял в том, что большинство стихийно не может организоваться. Демос не может воссоздать центр управления, формулировать цель и так далее. Вы знаете, тут два момента. Во-первых, у этих так называемых элит тоже огромное количество противоречий и тоже не все так просто. Там друг с другом борются за места еще поближе к солнцу, еще поближе. И там тоже это все-таки не является монолитной структурой. Это первое. И второе, во-первых, я думаю, что если будет спрос, будет и предложение. То есть, если у людей будет спрос, что-то им крайне не нравится, большой массе людей, лидер появится сразу. Знаете, появится. Есть достаточно люди и с авторитетом, и которые могут взять на себя такие качества, такие функции с этими всеми качествами, но пока не будет запроса общего, конечно, его не будет. Или они есть, но они становятся быстро очерняемы этой элитой и, в общем-то, становятся маргиналом. Но если запрос будет, я думаю, что это абсолютно реально. Но вот опять же я говорю, что, вы знаете, в конце концов, как в истории же происходило, революции все, все же это происходит. Просто обычно доходит, мы доходим до какого-то момента, когда уже просто невозможно, не знаю, есть нечего, дикое возмущение общества, там есть, французская революция и начинает вот этот негатив или неприятие происходящее выплескивается обычно в крови. То есть это все равно происходит, эти процессы происходят. И я бы сказал, что любой процесс, даже если он сложный и длительный, его надо сначала запустить. Мне кажется, в какой-то момент наступает некая точка, когда он начинает уже сам развиваться, уже не нужно его подталкивать. и он сам развивается. Мне представляется, что он немножко уже сейчас в последнее время начал подталкиваться. Но еще мы далеко не дошли до этой точки, когда все развивается само и можно просто наблюдать и смотреть, как это ширится и как вот мы наконец переходим в середину поля, начинаем контратаку проводить. Я поэтому верю, что это теоретически возможно и что это не так уж безумно сложно, как это представляется. Но для этого нужно тут мы уже может быть на другую переходим в плоскость, другую. То есть нужно, конечно же, немножко поменять ценности, нужно поменять сеттинг, что называется, установки в голове у людей. И на эту тему мы, наверное, еще поговорили. Да, здесь как раз хотел я наводящий вопрос на эту тему задать, что так как мы с вами установили, что элиты это не является какое-то семейство со своим набором ценностей, которое их защищает и с которыми можно бороться только если их сместить, то значит, вероятно, у нас есть какая-то проблема в самом наборе ценностей, раз они формируют такие элиты, которые нефункциональны. Так вот, наводящий вопрос в связи с этим тогда. Во-первых, как вы считаете, какие у нас есть проблемы в текущем наборе ценностей, какие есть между них ценности нерелевантные или некогерентные, то есть не сочетающиеся друг с другом или не отвечающие другу каким-то образом. И вопрос номер два тоже с этим и с ценностями. В новой парадигме, как вы считаете, какими должны быть новые ценности, раз, и возможно ли это вообще новая парадигма без рождения новой мифологии, которая бы задавала не только права человеку, но и обязанности в виде долга. То есть, возможно ли это система ценностей, если это будет система, учитывающая исключительно права человека, но не дающая ему правильной моральной ролевой модели поведения, а я это и называю мифологиями. Когда я говорю о мифологии, я не говорю о Зевсе или о Гермесе, я говорю о мифологии как о задании определенного повествования, в котором ты существуешь, где у тебя в этом повествовании однозначно выделены герои, злодеи, и ты, соответственно, свой путь направляешь героям и от злодеев. Это может быть идеология, мы сейчас все очень боимся этого слова идеология, я считаю, что зря, и нам нужно немного перестать его бояться. Либо это может быть религия, это то, что мы считаем, что уже переросли. Вот такой у меня к вам вопрос. Хорошо задавать такие вопросы, я бы сказал, что он глобальный, и перед тем, как перейти к дискуссии, к ответам на вопросы наших слушателей, я попытаюсь ответить очень лаконично, хотя это сложно. Я бы сказал так, какие наборы, какой набор главной ценности? Я уже сказал, это приоритет интересов индивида, это то, что пропагандируется. Это свободный рынок с конкуренцией, причем рынок, неуправляемый ни из каких центров, а именно невидимая рука рынка, это метафора Адама Смитта. И это понимание глобального порядка как порядка именно основанного на свободных рыночных отношениях и конкуренции. И здесь возникает несочетание. В том-то и дело, что вот этот набор индивид, свободный рынок и глобальная система, которая должна торговать и существовать в рамках свободного рынка, подчеркивая и выставляя на передний план индивида, она не рабочая, поскольку возникает разрыв между декларацией ценностей этой системы и реальными ценностями, которые она преследует. Например, первый разрыв так интересы индивида или национальные интересы. А внутри нации так интересы демоса или интересы отдельных групп. А в глобальном масштабе так интересы отдельных центров влияния или всего мира. Солидарно ли человечество, образует ли оно некую целостность? В том неолиберальном проекте много континентов являются лишними, они лишние по самой идее. Они являются нерабочими придатками части мировой системы. Сергей, перед тем, как мы разминались, а вы, Влад, употребили термин организм человека. Так вот, мы выстроили такой организм, в котором очень много лишних ненужных органов. такие аппендиксы. И если эти органы вырезать, то эта мировая система глобального рынка и вот этих отношений, о которых я говорил, они почувствуют потери бойца. Представим себе, если вдруг исчезнет Африка со всем своим растущим населением, а к 50-му году нам обещают просто громадный прирост населения в Африке, там наибольшая рождаемость, мир этого не заметит. Если Южную Америку отчасти вычеркнуть не экологически, а, скажем, ресурсно-экономически, человеческий ресурс, никто этого не заметит. Вдруг исчезнет Украина, мир скажет слава Богу, меньше проблем, если Белоруссия исчезнет. То есть вот эта система, она является лицемерной, поскольку пропагандируемые ценности и реальные механизмы реализации власти и вот этих отношений, они вступили между собой в противоречие. А то, что мы сейчас переживаем, эти противоречия обнажили. Например, я думаю, что после спада пандемии в ЕС будут очень серьезные конфликты и взаимные обменения. Уже сейчас фон Дерлайн извиняется перед Италией, хотя еще не начались споры. Возникает вопрос солидарности. Даже если ЕС создавалась как оазис солидарности, то во времена испытаний эту солидарность мы не наблюдаем. Каждая из систем замкнулась национальных и забыла о солидарности общеевропейской. Только постфактум немцы взяли на лечение несколько сот итальянцев. Например. Но в периоды кризиса, в периоды наиболее острого кризиса, система солидарности была парализована. Что уже говорить обо всем мире? Вот такой мой ответ. Что изменить? признать, что нынешняя экономическая и глобальная система строилась на ложных основаниях. В ней много лишних было народов, наций и континентов. И тогда задача другая. Как выстроить общие цели? Как выстроить конкуренцию без проигравших и побежденных? Как выстроить солидарное взаимодействие без сильного несправедливого перераспределения богатств и ресурсов? Вот это вопрос для меня очень важный. И как вовлечь вот мы с ребятами вот Сергеем еще с несколькими ребятами обсуждали на нескольких французских интеллектуалах как дать в наших отношениях место экосистеме как равному партнеру. Признать экосистему, признать мир биологический мир экологический нашим партнерам, а не ресурсами, которые мы опустошаем. То есть вот эта система, которую я нарисовал, она еще очень токсична и агрессивна. Она была построена не только на выбрасывании лишних народов и континентов, но и рассматривала природу как объект эксплуатации. Леса, моря, океаны, ресурсы земли рассматривались как ресурсы мировой глобальной экономики, которые нужно постоянно эксплуатировать. Вот перемена мировоззрения, ментальности состоит в том, чтобы перезапустить общественный договор, включая в него экосистему, дать ей права, ограничить экономику в той сфере, в которой она просто пользуется природой как данным материалом, и создать другое солидарное сообщество народов, которое не расслаивается на лучших и худших, на успешных и неуспешных, на победителей и побежденных. Насколько это возможно, это уже вопрос дискуссии, возможно, мы сейчас вопросы... Я чуть-чуть добавлю только, да, мне кажется, что очень важно перед всем этим вообще говоря оценить позицию, то есть проанализировать и правильно как бы увидеть вообще ситуацию и тенденции, потому что без этого, если то, что, скажем, если мы говорим последние 20 лет, в принципе, я не вижу, может быть, я ошибаюсь, где-то кто-то меня поправит, но я не вижу ни одного компонента, по которому мы стали жить лучше, да, мы, я говорю, простые люди, демос, да, то есть, по-моему, практически по всем, если брать в целом мир, то есть безопасность стала хуже, экономическая ситуация в целом стала хуже в мире, власть мы отдали, за нами следят, то есть, на самом деле, мне кажется, очень важно понять в этой ситуации, это мое мнение, я так считаю, не являясь при этом таким уж отъявленным пессимистом, я вообще оптимист по натуре, но я вижу, что мы находимся, в общем-то, в такой точке, когда мы просто, мы уже не имеем права больше смотреть, как это все, куда это все идет, мы уже дошли до момента, где еще осталось несколько лет, нас еще привьют, там еще будут, там введут, не знаю, цифровые деньги, за нами будут следить, контролировать нас, и все, мы уже обратного хода не будем, то есть, мне кажется, что, во-первых, нужно эти темы обсуждать больше в обществе, безусловно, мейнстрим не собирается, мейнстрим-мидия, эти темы поднимать, но, наверное, мы сами люди должны эти темы начинать поднимать, и, в принципе, оценить степень опасности, то есть, она не настолько очевидная, как если у вас танк, там, стоит, допустим, перед домом, но она, на мой взгляд, очень серьезная, мне кажется, что вот это может подвигнуть людей наконец как-то встрепенуться и сказать, все, мы просто не имеем права больше, хотя бы для наших детей, там, мы не имеем, мы просто не можем еще чуть-чуть и пропустим третий мяч, и можно уже пешком по полю ходить, то есть, мне кажется, мы уже дошли до этой точки, и что нам может помочь, я считаю, в этом, это вот меня не вызывает сомнений, анализируя ситуацию, что, в принципе, последние там лет 20 во всем мире эти так называемые элиты, в общем-то, так хорошо закручивают гайки, и часто, исторически, мне кажется, так бывало, что, ну, срывают резьбу от безнаказанности, да, от того, что кажется, ну, еще можно чуть-чуть, да, давайте уж так закрутим, чтобы уже точно не отвинтили они, и где-то срывается резьба, и это дает толчок, в принципе, какому-то осознанности людей, что, в общем-то, ситуация вышла уже за пределы нормы, и мне кажется, что это может произойти, вот, мне кажется, эти все странные очень ситуации с этими браслетами сейчас, вакцинациями принудительными, это может сорвать резьбу вот эту, потому что это уже по мне, это уже, ну, совсем, так, уже наглость, что называется, это уже перебор, то есть просто по сути человека заставляют делать какие-то вещи, заставляют, как собачек, носить там браслеты, даже под благовидным предлогом, но может быть, это вот будет таким действием, которое сорвет резьбу, и которое заставит людей, наконец, просто проснуться, и понять, что мы же все-таки не животные, не собачки, на которых можно надеть браслет, и вот мне очень понравилось, вот вчера, как раз я прочитал, что вот Джокович, теннисист, он наотрез отказался делать вакцинацию, и, ну, я считаю, что каждый должен для себя, причем это вопрос принципа, я, например, для себя точно знаю, я не буду это делать ни в коем случае, и не из-за там каких-то страхов за здоровье, а просто принципиально, потому что я считаю, что это такая сдача очень большого пространства, и я буду там, не знаю, если буду это делать, и буду в суды ходить, буду, как бы, добиваться, Конституцию поднимать, я не сдамся точно, потому что я понимаю, что это уже такой рубеж, что и последняя ступенька перед сдачей полностью, да, вообще нашей свободы личности, так что вот это может, я все-таки достаточно оптимистичен, и мне кажется, что все-таки у нас есть шансы еще в этой схватке как-то отыграться со счета 0-2, но для этого надо сначала понять, хотя бы посмотреть на табло и увидеть, что мы 0-2 проиграем. Да, но я бы, с этой стороны, еще тут пару слов добавил бы, у меня это содержалось в вопросе, но вы эту тему не затрали, поэтому я с своей стороны сделаю такое утверждение, что я считаю, что все это все-таки невозможно без создания и поддержания морального воспитания, в котором у человека будет воспитываться чувство долга. Причем этот долг должен быть вне- или наднациональным. Невозможно в этом мире глобальном выехать на создание долга, который будет чуть-чуть национальным, то есть это любовь к стране или к городу и так далее. Это должна быть система морального воспитания. Хорошо, я предлагаю. Перебью на секундочку, я даже скажу, что он в первую очередь должен быть надличностным, то есть это очень важно. И надличностный, конечно, долг же это не перед собой, а то уже наднациональный. Да, конечно, хотя бы надличностный. Да, здесь совершенно с вами согласен. Я предлагаю сейчас перейти к вопросам, потому что мы уже 50 минут взяли на создание такого основного, основной структуры нашего здания, да, и теперь, я думаю, уже есть к чему у людей задать свои собственные вопросы. Олегий, если есть вопросы, пишите или в чат, или подключайтесь, задавайте вопросы. Есть вопросы? Может быть, мы тут, да, пока все думают, может быть, мы тут отвечали совсем не на ту поставленную тему, и так как это все-таки бизнес-клуб, хотели от нас каких-то конкретных предложений, пониманий и картинок, куда выйдет этот мир, но, к сожалению, у нас нет нужных здесь паров, которые могли бы воспарить, чтобы как дельфийский оракул проникнуть в будущее и дать какое-то такое смутное... Давайте попробуем связать с Украиной, с бизнесом, с нами. Вот большинство предпринимателей в Украине думают, что это очередной экономический, циклический кризис, и что там через несколько месяцев потихонечку мы достигнем какого-то дна, и начнется обратно отскок, и через кодика 2-3, глядишь, все опять начнет восстанавливаться. Мне же кажется, что, к сожалению, нет, что это не просто экономический кризис, это очень системный глубокий кризис, и скорее всего, это только первая ласточка, что кризисы будут идти один за другим, и они будут фундаментальны. Интересно ваше мнение или точка зрения на этот вопрос? Я позволю себе отреагировать. Сергей, очень интересно вы рассуждаете. Вы посмотрите, мне сложно, поскольку я не являюсь представителем бизнеса, но как я это сейчас понимаю? То, что вы сказали, говоря о своих коллегах, это жизнь, когда где-то в каких-то центрах происходят важные события, а нам нужно разглядеть, что там происходит, понять, как это проецируется на нас, и подстроиться под те тенденции, которые приходят не из тех центров, которые есть у нас. Это как бы большие центры вот этих вот, скажем, Нью-Йорк, Лондон, ведущие центры силы. И поскольку все, весь главный бизнес там, все главные тенденции там, все начало кризисов и решение кризисов там, важно было, вот это очень похоже на такую олимпийскую, греческую мифологию. Вот где-то там боги перемещаются, а мы здесь, как люди, должны реагировать и подстраиваться, где-то с этими богами налаживать отношения. Но то, что вы говорите, я здесь больше с вами согласен, что это вчерашний день. И вот эти небожители, которые, казалось бы, все держали под контролем, которые направляют весь мир по каким-то своим сценариям или целям, они уже не контролируют ситуацию. И надеяться на них, это значит, надеяться просто на некие стихийные силы, которые сегодня будут такими, а завтра такими. Мне кажется, я здесь как философ отвечаю, может, это будет звучать разочаровывающе, если говорить об Украине, нам нужны точки самостоятельного принятия решений, понимания процессов. то есть нам нужны автономные режимы существования. Мы не можем быть подключенными к чуждым большим системам, рассчитывать только на них, потому что в такие ситуации они нас не могут вытягивать, и мы для них балласт. Мы им неинтересны. Вопрос в том, проблема не только, не только не могут, но и не хотят. Но и не хотят, конечно. Безусловно. И тогда вот этот вопрос. Такая большая система как Украина, более 40 миллионов человек с человеческими ресурсами, с природными ресурсами. Я думаю, что важно бизнесу создавать здесь не только, вот скажем, не только бизнес, не только иметь экономические интересы, но иметь в Украине стратегические интересы, которые могли бы соединить бизнес с академической сферой, с культурной сферой, с теми ресурсами человеческими, которые здесь нужно взращивать, поддерживать и развивать. Потому что то, что мы сделали за 30 лет в Украине, это вот такая территория выжженной земли в сфере гуманитарных ресурсов. Если что-то нужно было, мы могли где-то прочитать журнал какой-то, посмотреть, что делают элиты там. Вот таков мой ответ. Переориентация. Кстати, Влад об этом говорил. Выстраивать не некую такую систему монолитную, а выстраивать разные сильные миры, которые потом могут каким-то образом вступать в новые отношения. Вот эта система рухнула или рушится на наших глазах, это пирамида глобального экономического мира. И поэтому в этой системе важно выстраивать твердые ядра или твердые центры локальные, региональные, которые могут потом искать другие региональные структуры наших помощников, наших партнеров, скажем, это может быть Польша, Белоруссия, это могут быть страны Балтии, те же, Владимир из Нарвы, из Эстонии, Влад, это могут быть точки взаимодействия. Потому что в такой глобальной безликой системе, в такой системе, как Украина, просто нет места в будущем, если она не станет автономной региональной силой, которая будет думать стратегически. Интересная разница потенциалов возникает. С одной стороны мы должны стремиться к действиям на местах, а с другой стороны в голове держать эту самую глобальную идею, в которой есть какие-то общие глобальные структуры, которые могут быстро реагировать на те же самые глобальные угрозы. Если резюмировать, правильно ли я понял, что в то время, когда глобальная система рушится, пирамида, мы продолжаем с протянутой рукой стоять, смотреть, надеяться, помогите, прицепите нас паровозиком, а этим ребятам по большому счету до одного места, я извиняюсь, Украина и так далее. И мы для них ресурс, балласт и так далее. Особенно в таких ситуациях. Особенно в таких ситуациях. Вот я тоже учусь. Дело утопающих, дело рук самих утопающих, если мы каким-то образом не самоорганизуемся, в первую очередь бизнес, потому что, я так понимаю, некому особо в Украине самоорганизовываться, и бизнес должен думать чуть шире, чем просто экономическими категориями, категориями всей системы Украина, категориями какая идея, какая стратегия, где наши ученые, где наша культура, вот это, то есть перевоссоздать нашу страну заново. Где наша медицина, где наши, скажем, где наши инженеры, да, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы украинскому бизнесу выжить, ему надо в первую очередь создать новое государство. Если мы это не сделаем, не будет у нас. Правильно? Перевоссоздание автономной модели здесь должно случиться. Потому что сейчас вот эта самая ситуация показала, что каких-то глобальных структур устройства жизни не будет, скорее всего, уже точно. То есть устройство жизни будет локальное. Это устройство жизни должно отвечать по многим аспектам устройства этого самого общежития. То есть ни из какого другого города не покажут, как лучше там Киев спланировать. Да, нигде это не сделать. Нужно в Киеве, значит, создавать такой институт, который будет этим заниматься, создавать специалистов, все это финансировать, каким-то образом поддерживать жизнь. Так и во всех других сферах. Ну вот я скажу тоже, я согласен здесь с тем, что это все-таки очень сильно зависит от того, как вы видите то, что происходит сейчас. То есть если это анализировать и предвидеть то, что будет некая такая тяжелая ситуация, полгода, и потом все восстановится, и все будет так же, как и было раньше, то это тогда, конечно, одни выводы можно делать, и поведенческие, модели выстраивать, да, бизнесу, например. Я лично вот соглашусь, я считаю, что эта трансформация очень кардинальная будет. То есть мы очнемся, когда все это утрясется, я не знаю, когда это будет, но мы очнемся в другом мире, с другими правилами, скорее всего. Это мое такое личное мнение, и я думаю, я думаю, что это не довольно долго будет тряска происходить, экономическая, финансовая, да, и любая другая, и, соответственно, мне кажется, что стран, таких как Украина, да, и многие другие, они просто не могут сидеть и ждать, в какую сторону это качнется, да, то есть я считаю, что надо начинать, скажем, потому что очевидно, что идет какой-то, мне так кажется, идет очень серьезный передел мира, трансформация мира, передел финансовых, там, потоков, вообще, центров, взаимодействия этих центров, и там свои-то проблемы, эти крупные державы, такие как США, Европа, им бы себя вообще как-то свои проблемы решить, но уж точно им не до Украины, там, или Белоруссии, или кого-то, уж точно, то есть, поэтому, мне кажется, что такие страны, все-таки чуть послабее экономические, и они должны как-то начинать, вот, понимать эти реалии, ну, по крайней мере, я в этом уверен, то, что мы вступаем в новые реалии, что надежды на какую-то помощь серьезную, на то, что кто-то приедет из МВФ, выдаст там миллиард и начнет их армировать в страну, надежды уже нет, мне кажется, и надо начинать, перестраивать и бизнес, перестраивать его уже по другим, то есть, такой вот, может даже сказать, наверное, режим выживания такой делать, то есть, как-то вот, вот я полностью согласен, на лазу связи, там, какие-то близлежащие страны, Беларусь, не знаю, какой это бизнес, то есть, что-то надо, надо в это время, по крайней мере, пережить нормально, да, и на каких-то вот, абсолютно таких, ресурсах уже собственных, или соседки, ну, как-то вот, найти какие-то ресурсы, ну, перестроить мышление и не ожидать того, что вот только чуть-чуть, сейчас подождем, два-три месяца, все станет назад, мне кажется, что никто не знает, даже сильное миро сего, то есть, пошла такая уже турбуленция, что никто не знает, куда выбросить. Я и по тем, я сейчас последний ответ скажу, что вот, почему я так думаю, потому что есть, в этом кризисе, есть некоторые события, которых вообще исторические совершенно, которых не было никогда, скажем, это там падение, там, вчерашней нефти в отрицательной величины, там, разбросы, там, триллионов с вертолета, то есть, все-таки это абсолютно исторические события, и это мне, и много другого, да, то, что месяц сидит весь мир на карантине, то есть, это события, которых не было очень давно, по крайней мере, а может, вообще никогда, и из-за этого я делаю вывод, что, скорее всего, это приведет к очень серьезной трансформации экономики, политики разных сфер жизни, то есть, поэтому надеяться на то, что мы вернемся после такого, что происходит сейчас, мы вернемся, и все будет как раньше, ну, я думаю, что наивно, но я могу ошибаться. Да, да, извините, что ты... Я хотел бы добавить просто минутку конкретики, я, вот здесь я могу быть пророком, и я могу предсказать, в каком направлении будут двигаться наши доноры после кризиса. Это очень легко предсказать. Будет идти дальнейшая тенденция на оптимизацию, в кавычках, всех сфер независимости в плане интеллектуальной, ресурсной нашей страны. То есть, это будет дальнейшая тенденция на сокращение финансирования таких вещей, как медицина, академии наук, культура и прочие, прочие, прочие вещи. Тем самым, это игра на все большее ослабление и увязывание Украины, зависимость Украины, а вот этих центров, скажем, доноров. Это как раз то, что я отвечаю на вопрос Сергея, это как бы контртенденция, понимаете, Сергей? Нас будут принуждать становиться все более слабыми и зависимыми, потому что то, что делает нашу независимость, интеллектуальные ресурсы, возможность самостоятельно оценивать ситуацию, иметь какие-то свои стратегии, для этого нужны как раз ставка на эти силы, на эти ресурсы человеческие, а на них только как раз денег хватать не будет в этой глобальной системе. Мы будем все слабее и все более зависимы от финансирования. Просто Владимир не следит за тем, что сейчас в Украине происходит. У нас принято два нового закона, да, и закон о земле и так далее. И, кстати, постоянно МВФ упоминается как главный субъект этих процессов. Фактически независимая страна принимает какие-то законы под давлением каких-то структур. То есть здесь быть очень пророком легко. Это будет работать на наше дальнейшее ослабление и создание нашей все большей зависимости от других центров, которые находятся не в Украине. И даже не в Восточной Европе, я бы сказал так. Ну, так суммируя, можно сказать, что в любом случае все потеряют, я думаю, на этом кризисе. То есть, ну, единицы, может быть, там Китай, может быть Америка, и то не факт. И, соответственно, понятно, что чем слабее страна экономически, тем больше она получит удар. Поэтому, и учитывая то, что никто сильно не разбогатеет, помогать я очень сомневаюсь, что будут. Просто хотя бы потому, что нет и ресурсов. И желания-то и так особо не было никогда ни у кого. А уж ресурсов, когда нет, это будет первая, так сказать, строка экономии, да, на все, что не является явной необходимостью. Поэтому, к сожалению, странам, таким как Украина, например, надо понимать, что все, ну, как бы надо рассчитывать на себя. У тебя нет выбора, не потому, что это правильно, неправильно даже, а потому, что это единственный выход сейчас, ближайшие, может быть, 2-3 года до того, как, может быть, ситуация начнет стабилизироваться и идти вверх экономикой и так далее. И то я не уверен, что это только 2-3 года. К сожалению, надо это осознать. Более того, мы здесь видим, что ни одна страна не показывает себя мудрой в этой ситуации. Все страны справляются довольно-таки плохо и успешнее справляются только те, у кого есть хорошая денежная подушка, поливают деньгами. Ну, и то, это пока, это успех временный, мы еще не знаем, что... Это временный успех, во-первых, во-вторых, он построен на заслугах 19-20 века этих стран. Коллеги, у нас есть несколько вопросов, предлагаю по ним двигаться, чтобы мы не отрывались от аудитории в свои разговоры. Значит, первый вопрос я читаю. Как вы видите новую модель государства? Что будет и что исчезнет из жизни? Какие выводы должны сделать бизнесы, чтобы остаться актуальными и растущими? Оставаться? Можете называть кому вопрос, может быть, так будет легче, или ко всем по очереди? Пока тут вопрос не адресован кому-то конкретно, поэтому на ваше усмотрение, кто хотел бы ответить? Можем по очереди очень кратко, пожалуйста. Ну, давайте я отвечу. То есть я, как уже говорю, вижу, к сожалению, наиболее вероятной модель того, модель увеличения контроля и полной, так сказать, уже победы элит, что называется, которая, скорее всего, вряд ли закончится чем-то хорошим, эволюционно-цивилизационно, к сожалению, более вероятной, но есть вероятность того, что мы баланс наконец отыграем пару мячей и во что-то выльется это более сбалансированное и взаимовыгодное, ну, по крайней мере, нам, да и вас, выгодное. Мне кажется, что уже срединного варианта, боюсь, что не будет, но это зависит от нации, это еще динамический процесс, который нельзя сказать, что он предопределен, я, по крайней мере, надеюсь на это. Да, а что, а куда двигаться бизнесом? Ну, вот то я только что говорил, вот в этом процессе бизнеса надо, в принципе, в первую очередь, я считаю, понять, что все времена другие наступают. Какие, сказать очень сложно, но то, что уже не будет как раньше и надо, наверное, ближайшие пару лет, если это не какой-то супер крупный бизнес, просто выжить, просто, может быть, переделать, перестроить что-то в своем бизнесе и пережить этот момент, уже не думать о каких-то глобальных там доходах, ну, если будет здорово, но вообще в первую очередь просто выжить и рассчитывать в первую очередь на себя. То есть, вот, я думаю, что так. А там посмотрим, куда это все приведет. Я, с своей стороны, хотел бы сказать, что бизнес — это в первую очередь проект по созданию какого-то блага для общества, и нужно смотреть, как меняется общество, следить за этим и смотреть, какие блага им нужны теперь, естественно, и быть готовым к тому, что те блага, которые были нужны им и до этого, еще некоторое время могут не понадобиться. Например, путешествие в ближайшие два года турбизнес не поднимет голову просто. Я бы ответил еще метафорой. Вот я согласен с вашим мнением. Я бы сказал так. Роль бизнеса и отношение бизнеса к политике в Украине должно выстраиваться как определенная борьба за рациональный баланс, потому что в такой стране, как наша, достаточно бедной, у нас очень раздутое, излишнее и громадное государство. И здесь бизнес и гражданское общество должно проявлять волю к тому, чтобы вот этот мыльный пузырь или это громадное, раздувшееся на дрожжах тело постепенно-постепенно возвращать в кастрюлю, потому что оно вываливается и как раковая опухоль съедает все ресурсы, то есть оно сокращает ресурсы академии, значит, медицины, инженерного образования, естественных наук, математического образования. То есть то, что должно отвечать за понимание. Оно съедает, потому что все чиновники требуют каких-то вливаний. Потому что в Украине государство это самый лучший бизнес, поэтому неудивительно, что... Самый лучший бизнес. Я бы сказал так. Идея ложного бизнеса и идея праведного бизнеса. Бизнес, замешанный на государстве, на государственных дрожжах, это ядовитый бизнес. Поскольку он работает на себя, он не продуцирует ничего, он не создает благ, а он съедает благо общества. Токсический бизнес, основанный на государственных дрожжах, раздувает ненужное никому, непродуктивное организм. И здесь представители гражданского общества и бизнеса должны сужать вот этого монстра, возвращая его в кастрюлю. И возвращая страну к продуктивности, к тому, что мы создаем. Благо, ценности, продукты. Ограничивая вот эти вот непомерные аппетиты государства с разных сторон. Я бы построил это так. Две модели. Модель все большего раздувания государства за счет всех других ресурсов. И такое государство будет бизнес всегда подминать, контролировать и брать из него всеми возможными путями все больше ресурсов. Или выстраивание баланса и возвращение этого непомерного монстра к пристойному, небольшому существу, которое подобает для такого государства, как наше. Нам не нужно такие раздутые государственные структуры. Я закончил здесь вот. Спасибо. Спасибо большое. У меня есть вопрос от участников. Вернее, это мой вопрос там. Вот смотрите. Картинка нарисовывается такая, веселая. То есть мир подлежит трансформации, он куда-то несется, все будет взаим... все будет меняться, перестраиваться. Непонятно пока во что. Слабые страны будут в уязвимой позиции. Соответственно, люди и бизнесы в слабых странах так же. С другой стороны, нам, чтобы выжить, надо как-то воссоздавать государство, во что я, ну, как... Пока не верю, что мы можем быстро вот так вот воссоздать государство и сохранить свои бизнесы. У меня вопрос. Как простому человеку, обычному предпринимателю из Украины, вот в этом таком турбулентном, непонятном новом мире, где ему находить точки опоры, где ему находить ресурсы, на что ему опираться. Это может быть не только материальные вещи, это может быть какие-то нематериальные. Где моя точка опоры, если я хочу в этом мире не просто выжить, конкретно, например, в Украине, которая в глобальном мире, которая трансформируется. Вот на что я могу опираться, на что я могу рассчитывать, где я силы должен брать. И не только выжить, но и, например, преуспевать. Краткий ответ. Опора должна быть в людях. Наши ресурсы, преимущественно, это ресурсы человеческие. Я с вами здесь бы поспорил. Я не сказал, что бизнес должен воссоздавать государство. Нет, он создает. Дело в том, что нарисуете мысленно треугольник. У меня были лекции введения в политическую мысль. В этом треугольнике государство только маленькая вершинка. Обычный гражданин — это основание. А посредине медиальная сфера. Медиальная, то есть средняя сфера. Там все. СМИ, культура, бизнес, наука, все что угодно. Не знаю, там, сервис. То есть государство — это не весь треугольник. И бизнес может работать в этой большой медиальной сфере. Это несущие основания системы. Это не государство. А краткий ответ — это в людях отслеживание людей, людей из разных сфер, активных, желающих сотрудничать, готовых ощущать свой долг перед сообществом, готовых служить обществу на разных уровнях. В поликлинике, в университетах, в IT, в СМИ, в этой всей сфере — это как бы такое увязывание этой медиальной сферы через сети взаимодействия. Это не параллельное государство, нет. А это как раз вот эта вот сфера, которая не относится к государственным институциям. Да, и эта пирамида, она, в принципе, может выстраиваться только если есть в этой системе общий вектор гравитации. Этот общий вектор гравитации — это понятие о благе, в самом широком смысле о пользе, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот такие банальные вещи, которые, казалось бы, смешные, но они фундаментальные. Потому что если ты не понимаешь, что такое хорошо и где вверх, выстроить правильное государство будет невозможно. Ну да, я добавлю, что это, на самом деле, мне кажется, мы говорим о бизнесе, но есть и похуже ситуации, во-первых, у людей. А во-вторых, все равно всегда точка опоры внутри себя, семья, люди, которые вокруг тебя — это все-таки самое главное. И то, что мы немножко об этом забыли, за вот этими ценностями, которые у нас были раньше, я надеюсь, что они немножко хотя бы уйдут и потеряют свои позиции. Это ценность вот этой белки в колесе, постоянно зарабатывая денег, огромного количества времени и энергии, которая тратится на это. Мы как-то забыли все-таки, что можно жить и по-другому. То есть я не говорю, что особенно людям, у которых хоть есть на что жить, если мы говорим о бизнесе, в конце концов, жизнь человека и его вообще жизненный путь — это не зарабатывание денег, это не обязательно продвижение финансовое вверх, все выше и выше. Поэтому, ну, может быть, какое-то переосмысление, но оно может быть и позитивным, кстати. Оно может быть и очень позитивным. То есть вдруг как-то человек, наконец, сидя дома месяц-два, вдруг поначалу тяжело, может быть, а потом начнет получать удовольствие от вещей, от которых он получал раньше, но забыл об этом. Забыл вот в этих попыхах, в отсутствии времени, в стрессе, в общем-то, что довольно простые вещи, как общение с детьми, не знаю, послушать какую-то лекцию, почитать хорошую книгу, что это тоже удовольствие в жизни, в принципе. То есть это тоже какой-то шанс, хотя я не могу сказать, что ситуация хорошая, но все-таки я всегда пытаюсь воспринимать любую ситуацию, даже не очень хорошую, но все-таки как какую-то возможность пытаться ее воспользоваться. Для чего-то это происходит, и в любом случае влияния у нас на это нету, поэтому надо по возможности использовать это как бы в позитивном ключе. То есть не думать о том, что мы потеряли, а мы все потеряли что-то, да, в связи с этой ситуацией, но, может быть, попробовать подумать и как-то подействовать в направлении того, что мы можем приобрести от этого во всех смыслах, необязательно финансово. Никакой ситуации у нас не будет, у нас есть только то, что есть. Думать, что мы с каким-то образом сможем ее миновать, было бы глупо, конечно же. Единственное, что мы здесь можем делать, это то, что люди делают лучше всего приспособиться. И при помощи того инструмента, при помощи которого люди приспосабливались всегда, это разум. У меня спасибо большое. Есть такой нестандартный вопрос. Вот у нас в последние годы есть такой тренд, хайп, техно-религия, развитие технологий, стартапов, искусственный интеллект и многое другое. У меня понятно, что все эти технологии несут и плюс, и минус. Но у меня такой вопрос, блиц-вопрос. Вот эта техно-религиозность, наше помешательство на развитие вот этого технологического прогресса, это скорее благо или скорее зло? Если бы у вас была возможность ответить да или нет. Можно я одним предложением отвечу? Я скажу, что это продолжение магического мышления. А магическое мышление не самое лучшее. Ну, я скажу так, что я считаю, что это как молоток. И можно забить гвоздь, а можно по голове кому-то дать. То есть это зависит от того, в чьих руках это находится. Да, я могу сказать, что это нейтральное, зависит от того, чем мы это наполняем. Если примыкать к Владу аналогии, это может быть черный или белая магия. Да, это магия, но она может быть черный или белый. Да, я тоже. Мы полагаем на технологии слишком много ожиданий, делегируя технологиям свои собственные личностные решения. Точно так же, как в Украине, мы на центры влияния возлагали надежды, что они будут решать наши проблемы. Технологии наши проблемы не решат. Как и главные доноры с центрами влияния наши проблемы не решат. Поэтому на самом деле это не религия, а попытка переложить решение проблем на мифические или магические анонимные силы. А все дело в нас, какие цели мы выстроим, какие смыслы мы выстроим. Технологии нас не спасут и не дадут нам каких-то решений. Спасибо большое. Тогда еще один вопрос у меня такой. У меня такое впечатление, что мы как человечество погружаемся в некую информационную матрицу. Когда мы уже перестаем, с одной стороны, понимать, что есть правда, что есть истина, какое знание верное, какое неверное. Заходишь в Google и там как бы миллион разных мнений, знаний, подходов. И можно с ума сойти, пока ты разберешься, что есть благо, на что можно опереться, а на что нет. С одной стороны. С другой стороны, благодаря подключенности ко всем этим технологиям, мы становимся очень сильно манипулируемы, как никогда до этого. И вот этот коронавирус показывает, что технология работает просто на ура. За короткий промежуток времени человечество застрашали, посадили там в клетки и продолжает, в принципе, дальше уже управлять. Вот интересно, как вы прокомментируйте, пожалуйста, вот эту эпоху постправды, эпоху, что есть истина, на что опираться, как уйти от этих манипуляций. И быть все-таки свободным человеком в матрице, в которую мы погружаемся. Спасибо. Ну вот я могу сказать, что мне кажется, тут я уже немало лекций уважаемого Андрея послушал. Мне кажется, он очень много хороших на эту тему лекций по поводу пропаганды, третического мышления. То есть очень послушайте, всем рекомендую, я сам люблю слушать. Потому что в этом массиве информации, где уже в наше время, к сожалению, в последние годы уже очень сложно отделить какие-то маленькие проценты правды от полуправды или откровенной лжи и манипуляций, только хорошо выстроенное критическое мышление и аналитика, логика может помочь как-то, как какую-то навигацию, то есть хотя бы примерно тенденции и выслеживать, и понимать, что примерно хотя бы в целом происходит. Мне кажется, что вот эта логика критическое мышление заняться им сейчас людям, которым хочется как-то разобраться в происходящем и понять, что делать дальше, вот могу отослать к лекциям Андрея и, в общем, к другим, не знаю, Сократа почитать, Аристотеля. То есть, наверное, ничего лучше нету на данный момент. Я бы сказал по поводу вопроса Сергея достаточно просто. Google и YouTube — это анонимные силы, знания личностно. Это связано с вашим вопросом, Сергей, по Украине. Точно так же мы должны понимать, что носителями знания, мудрости, оценок правильных есть конкретные личности. И если не делать ставку на них, не встречаться с ними, не ездить куда-то к этим личностям, не делать это здесь, в Украине, то понятно, что при обрушивании иерархии интеллектуальной мы попадаем в зависимость от движений, которые сметают друг друга. Мы можем найти в Гугле прямо противоположные фактажи и подтверждения самым абсурдным идей. Человек в среднем, он теряется в этом море неотшлифованной и не просеянной хаотичной информации. То есть, попадая в сеть, он попадает в хаос. Этот хаос его убивает. Знание — это порядок, знание выстраивается. И оно выстраивается среди личностей в работе над своими инструментами познания, ощущений и так далее. Вот раньше было проще, раньше был какой-то там, были шаманы, священники, потом были академики, профессора, специалисты, вот. К ним шли, чтобы что-то понять. А сегодня это тотальный хаос, где каждый блогер, лидер мнений говорит о своем, не имея, честно говоря, представления о том, что происходит. Ну, тем не менее, если есть хорошо развита интуиция и критическое мышление, можно все-таки из этого хаоса выбирать какие-то абсолютно достоверные информации, из которой проверено. Вот эти кусочки, да, вот как золото, как ищут золото, да, вот вытаскивать эти, потом складывать в какую-то мозаику и начинать анализировать. Но, конечно же, просто поглощать всю эту информацию там блогеров, ну, это, конечно, путь в никуда. Это развлечение, конечно, убийство времени. Нет хуже. Ну, и более того, это хуже, даже чем убийство времени, это просто ведет в абсолютно мисс лидинг, да, как говорится. То есть, поэтому надо, по крайней мере, четко себе представлять, что, ну, скорее всего, во всей информации, которую вы найдете, прогуглив что-либо, наверное, процентов 80 будет неправды или, в общем-то, информации, которую можно выбросить. А вот от как отобрать эти 20 или 10, там, не знаю, вот это, вот для этого и нужно критическое мышление, навыки логические, мне кажется. И если человеку как можно лучше это удается делать, то, наверное, его и выводы будут более точными, да, и жизнь как-то под это подстроится тоже. И жизнь, наверное, будет получше. Я бы здесь только добавил, что сам факт еще ничего не значит, и очень важна интерпретация факта. Для интерпретации факта у вас должно быть довольно широкое поле знаний, причем не поле знаний, которое вам кто-то дал, чтобы вы на нем паслись, а поле из разных источников. У вас должна быть методология работы с этими знаниями, это как критическое мышление, логика и так далее. И у вас желательно даже быть авторитет, на который вы можете опереться, в крайнем случае, если у вас не получилось первых двух путей. Спасибо большое. У нас есть вопрос от нашего участника Владимира Спиваковского. По Харари пшеница приручает человека, по Даймонду микроб приручает человека. Можно ли сказать, что знания приручают человека? Я бы сказал, что это очень здорово было бы, если так. Мне очень нравится эта метафизическая концепция, она очень поэтичная. Да, я же говорил как раз к Владимиру, он задал вопрос, но я в начале беседы говорил о том, что ценности приручили элиты. И поскольку ценности ложные или они скорее разрушительные в современной ситуации, то элиты вынуждены действовать по вещам, как бы они должны попадать в объятия сил, которые от них не зависят. Поэтому я с Владимиром здесь согласен. Знание приручает человека в том смысле, что оно дает ему стать человеком. Ни марионеткой, ни пустышкой, ни пассивным субъектом потребления, ни пассивным потребителем. Но здесь бы я с Владимиром поспорил с другой стороны, потому что я философ, и я должен видеть с разных сторон проблему. Само знание — это дело личности. Вот знания, созидаясь, они включают нас и делают нас людьми просвещенными, активными. Знания заходят от личности. Спасибо. Так, у нас тут уже целый ряд вопросов. Так, давайте влиять на блогеров. Их относительно не так много, а влияние через них достаточно сильное. Вычислять по IP и влиять. Есть такое предложение — влиять на блогеров. Ага. Ну, влиять не. На самом деле это очень легко делать. Но это надо просто тех, которые ерунду, так сказать, говорят, просто не смотреть. И все на этом закончится, так сказать. Но, к сожалению, это отдельная, так сказать, ответственность каждого отдельного человека. Но вот другого метода влияния я не вижу. Тут есть противоречие. Мы говорим, что у нас нарушился социальный контракт между элитами условными, как нишей, и демосом, социальным классом. И мы говорим, что это ответственность каждого отдельно взятого человека смотреть или слушать тех или иных блогеров. Но в то же самое время мы говорим про то, что наш демос уже в матрице. На них влияют. Поэтому, если это ответственность каждого, то этот социальный контракт меняться не будет, по большому счету. Он всегда таковым и будет. Всегда будет этот демос, который в матрице. И поэтому Андрей Олегович здесь всегда говорит, что нужно работать с элитами в основном. А с элитами нужно работать через формирование ценностных массивов, так или иначе. Потому что демос сам за себя хорошо не решит, потому что он в матрице, понимаете? Ну, опять же, я считаю, что любого человека, демосу, все-таки есть разные интересы. И, к сожалению, он просто подвластен, так сказать, масс-медиа и, так сказать, вот этой повестке, которая задается. Но если предложить что-то очень интересное, хорошее, и, в принципе, человек даже никогда особо не увлекающий философией или математикой, если это правильно подается, на самом деле можно увлечь человека. То есть я все-таки считаю, что вопрос того, что, к сожалению, предложение, вот другое предложение, да, вот блогеров или там поп-звезд, оно просто очень-очень большое. Но это может поменяться, на самом деле, это может поменяться. И чем больше будет появляться людей каких-то здравомыслящих, и которые будут становиться популярны как-то правильно подавать материал в самых разных сферах, это может поменяться. То есть это процесс долгий, но это не безнадежная ситуация. Я вот тут добавлю. А давайте посмотрим чуть-чуть дальше на шаг вперед. То, что сказал Владимир, как раз этот мостик. Мне кажется, социальные сети достигают апогея своего влияния, но это влияние не длительное. И не факт для меня, что социальные сети будут играть подобную роль через 10-15 лет. И блогеры, и лидеры мнений обладают своим могуществом благодаря этому пауку, в принципе, анонимному, который, возможно, умрет через 10-20 лет. И здесь, работая с гражданами, выстраивая другие системы информации и оценки, мы можем создать то, что придет после социальных сетей или изменит их кардинальным образом. Когда люди поймут, скажем, те, кто думает, откуда они берут информацию, какой уровень этой информации, я бы сказал, что это должно стать вопросом вкуса. Если я хочу в чем-то разобраться, я лучше почитаю, не знаю, Foreign Affairs, какой-то Шпигель, хотя он либеральный и много там, я с ним не согласен. Почитать хорошие книги и провести в компании или в вебинаре, или лично с мудрыми людьми, со знающими людьми. Вот главные источники знаний. Я мечтаю о времени, я верю, что оно будет очень скоро, что вкус человека, который хочет разобраться, он будет отвергать этих блогеров, поскольку это будет не фастфуд, это будет безвкусие, это будет неэстетично даже. Не то, что это будет бесполезно, поскольку блогеры никогда не подскажут, как действовать, куда идти, как создаются смыслы, как мы должны что-либо оценивать. Блогеры раздувают такие вот пустышки. Блогеры в основном это торговцы пустышками, мыльными пузырями. За блогерами не идут знания, за блогерами не идет информация. Они не информируют, они не анализируют, они не предлагают стратегий. Блогеры перегоняют из пустого в порожнее. Это фактически эмоциональный обмен эмоциями со своими фолловерами. То есть блогеры не про знания, не про смыслы и не про цели. Блогеры — это древняя тотемная организация, которая обменивается энергетикой, эмоциональной, элементарного уровня. Вот что такое блогер. Я бы здесь не стал обобщать, потому что блогеры — это все-таки функция, а не какое-то вот… Нет, я говорю с распространенным значением, конечно. Да, да, мы говорим, конечно, о большом стрелении, а все, конечно, есть очень хорошие. Так что блогеры разные бывают, здесь нужно выбирать. Принимаю коррекцию, принимаю, Влада Достова. Да, да, да. Согласен, мы и так, да. У меня есть крупицы золота, но нужно применить старания, чтобы найти это золото, конечно. Так, у нас есть вопрос от Владимира Спиваковского снова. Мир вступил в информационную эпоху. Если это только начало этой эпохи, то, может быть, она начнет развивать мир, ничего страшного, апокалиптичного не происходит. Индустриальная эпоха тоже всех панически напугала, но потом как-то все вырулилось. Может, и сейчас все в мире самоорганизуется? Вы как думаете? Есть миллион способов организовать все плохо, если самоорганизуется, и малое количество сделать хорошо. И чтобы сделать хорошо, нужно приложить немалые старания. Если кто-то надеет, что все организуется, все само собой хорошо, возможно, но шанс невеликий. Да, я тоже считаю, что вопрос не в том, конечно, все самоорганизуется как-нибудь, всегда всю историю самоорганизовывалось. Вопрос через какие, так сказать, жесты, во-первых, и как именно самоорганизуется. То есть, хотелось бы как-то все-таки, чтобы это организовалось в том направлении, в котором, в общем-то, выгодно человечеству. Потому что самоорганизация бывает разная. Бывали очень позитивные, а бывали и негативные, скажем. Если мы говорим о индустриальной революции, там, Первая мировая война, вроде там все самообразовалось, но очень быстро вторая началась. То есть, поэтому мы все-таки, хотелось бы, чтобы мы какое-то хотя бы участие приняли в этой организации нового мира. Они просто ждали того, вот бросили монетку с тремя орлами, поставив на одну решку, и надеялись, что все-таки решка выпадет. Я думаю, что лучше чуть-чуть принять участие в этом процессе. У меня есть такой непростой вопрос сейчас. Вот смотрите. Я общаюсь с бизнесом в основном, с членами нашего клуба, с другими. И бизнес говорит сегодня, что стратегии практически нет, планировать мы можем на три месяца, и любое сценарное прогнозирование, это все туфта, это не работает. Казалось бы, бизнес, который управляет ресурсами, должен очень четко прогнозировать какие-то сценарии себе выстраивать, но этого тотально нет. Поэтому бизнесу этот вопрос я не задаю сегодня. Но мне кажется, с точки зрения бизнеса, да, мы не можем сказать, где будет там мировой ВВП, украинский ВВП через два года, какие рынки там закроются, откроются, кто с кем будет воевать, там Китай с Америкой. И тут сложно прогнозировать, но мне кажется, что если брать более глобально, с точки зрения больших таких трендов, то, что мы говорили, смена парадигмы, то тут мы можем нечто просмотреть, попытаться на лет 10 вперед. Вот с точки зрения вот этих больших сдвигов, ценностных, модельных сдвигов, вот что вы видите через 10 лет, хотя бы какие-то контуры, без конкретики. Интересно, вот в каком мире мы живем через 10 лет? Опять же, речь идет об альтернативах. Это очень хороший вопрос. Краткосрочное планирование – это побочный продукт той системы, которую мы выстроили, которая не работает надолго. Понятно, что не бизнес эту систему выстроил, но он участвовал, и все мы участвовали в этом так или иначе, пассивно или активно. Поэтому, если система не будет такой краткосрочной, я думаю, что и бизнес будет меняться. В конце концов, посмотрите, я мог бы ответить конкретными примерами. Если мы обратимся к истории, ближайшей истории, начиная с 17 века, мы видим, что бизнес создавал все, чем мы восхищаемся и что до сих пор приносит деньги европейцам. Я имею в виду Голландию, Италию, Германию и много-много других регионов – Польшу. Речь идет о том, что мы строим, в какой системе может работать бизнес. И если говорить о том, что я вижу через 10 лет, я бы видел нашу страну, скажем, позвольте мне пофантазировать, страной, которая где-то возвращается к концу 80-х, началу 90-х в плане ресурсов, но делает рывок в настоящий 21 век. Я хотел бы видеть нашу страну не, скажем, вторичной, зависимой, опустошенной в плане интеллектуальном, техническом, гуманитарном, а видел бы очень разнообразное общество, разнообразных интересов, где возникает много новых запросов. Бизнес должен быть узким, поскольку запросы среднего гражданина в Украине крайне узкие. У него нет запросов на многие вещи, которые важны для развития бизнеса и вообще экономики. Если, как бы мы ни начали, например, Влад сказал, что не будет долго путешествия, но у нас нет структуры туризма внутри страны. Мы не интересуемся своей историей. Вот я начинаю так. Первое — это культурный бизнес, это аграрный бизнес, аграрный туризм, извините. Это книгоиздание, это взаимодействие бизнеса и науки. Это создание новых культурных продуктов, поскольку в областных центрах, в районных центрах вообще нет потребности создавать какие-либо ценности культурные, экономические и так далее. Я бы видел нашу страну как страну разнообразных запросов достаточно высокого уровня, где могут действовать на всех уровнях инициативные люди, мелкий и средний бизнес, крупный бизнес, которые ориентировались бы на многообразные запросы зрелого гражданина, потребление которого отличается от потребления, скажем, непросвещенного, ограниченного, зависимого индивида. Это совсем другой бизнес, другие стратегии. Вот я вижу такую страну. Страну развитого внутреннего туризма, страну, которая создает журналы, книги, где есть много инженеров, где развита медицина, где возникает много площадок для общения, взаимодействия и так далее. Я бы здесь немного сменил масштаб, Андрей Олегович очень прекрасную картинку нарисовал. Видно, что очень культурный человек, потому что это в основном с культурой связанные вещи и с поднятием культуры. Я, помимо того, что я теоретик, я еще и практик, я руковожу, я работаю топ-менеджером крупной международной компании и руковожу компанией как в Киеве, так и в Берлине, для которых я руководил в Эстонию. И я скажу о том, как я вижу будущее для бизнесов, и вот Андрей Олегович говорит ориентация на людей, я скажу, что есть другая сторона, где, наоборот, нужно ориентироваться на механизацию всех процессов возможных, потому что технологически это позволяет освободить, где это возможно, процессы от людей и создание интерфейсов для руководителей, когда они могут из любого места руководить теми процессами, которые есть в компании. Мы прибегаем здесь к опыту IT-компаний, потому что они всегда были впереди планеты по автоматизации, по работе из дома и так далее. Конкретно проблема заключается в том, что у меня здесь есть склад, например, в Берлине, и нам очень сложно найти сюда просто уже живых людей на работу на складе, и скоро такое будет и в Украине. Почему? Я объясню. Потому что на складе человек получает столько же или меньше, чем если он работает в магазине, например, какого-нибудь там, продает айфон в сфере обслуживания. И молодежь просто не хочет идти на склад. И через 10 лет мы просто туда не найдем людей. Еще и со всей этой ситуацией мы должны ориентироваться на механизацию всех процессов, механизацию складов, как это сделано в Амазоне, например, и, соответственно, механизацию самой постановки задач и руководства компании. Я считаю, в плане бизнеса… Вы оптимист, потому что когда говорите, что через 10 лет вы найдете на это людей, и я… Как бы не получилось так, что через 10 лет очередь будет стоять, записаться на склад, да? Ну, мне кажется, если глобально смотреть, то, безусловно, идет цифровизация, так сказать, все уходит в сеть, в интернет. Безусловно, в этом направлении будет развиваться. Я считаю, тут очень много можно оптимизировать на самом деле. И если вот так на долгую перспективу, хотя сейчас такое время, что, наверное, главное выжить бизнесу в ближайшие год-два, но если рассмотреть на 10 этот период, то, мне кажется, очевидно, скорее всего, будущее связано в том или ином виде с уходом в цифровые какие-то платформы, в онлайн-сетевые какие-то проекты, я так считаю. Ну, и я, например, не исключаю и думаю, что вполне возможно, что мы потихонечку как бы начнут переходить от вообще наличных денег в цифровые деньги. То есть, мне кажется, что это… Один момент, возможно, вы его продолжите. Я считаю, я это вижу и знаю по многим показателям, что сейчас уже в развитых странах технологических уже может эта страна допустить, чтобы 30-40% населения не работало. То есть, то, что это население работает, это уже определенного рода атовизм. И в этом плане, я считаю, это еще одна смена парадигмы, что, возможно, после того, как мы тут годик посидим или там отойдем от работы, может быть, вернутся уже не все. И во многих странах пойдет снова рассмотрение введения безусловного дохода, оптимизации производства, еще раз повторюсь, которые на государственном уровне сейчас будет понятно, что должны это делать, чтобы не зависеть от людей. И, соответственно, будет большая сфера по тому, как этих людей занять. А мы сейчас уже видим, что всякие стриминговые компании сейчас сорвали куш просто огромный, сорвали джекпот. Те, кто Zoom сделали, тоже сейчас у них выросли акции значительно. В общем, в этом направлении тоже можно смотреть, что не отменяется. Так вы приходите к моим тезисам. Мы описали круг и пришли к моим тезисам. Я вот и говорю, здесь мы приходим как раз к вашему. Получается, что цифровизация, высвобождение человеческих ресурсов, возникновение больших групп людей, которые нуждаются в каких-то ценностях и проведении досуга своего и семьи на определенном уровне, он может вести за собой и бизнес. Поскольку этот бизнес будет не просто культурным бизнесом. Нет, это будет социальный бизнес, это будет прибыльный бизнес, который будет работать с теми людьми, которые обладают свободным временем. Но есть опасность опять идти в развлечения и создать таких вот 40-30% потребителей элементарных культурных. Мы уже занимались развлечениями, Андрей Олегович. Посмотрите, сколько сейчас людей работает в сфере обслуживания. Мы почти все, 80% людей сейчас обслуживают друг друга. Понимаете? Так это и ударило по ЕС сейчас, вот после пандемии. А поскольку в таких странах, как Испания, центр Юг Италии и еще ряд других регионов, акцент, нам говорили, о, слушайте, промышленность, это мы сейчас в постиндустриальном мире живем. Смотрите, вот сервис занимает какую-то большую, скажем, долю экономики этих стран. А вот такие ситуации показывают, что рассчитанная именно на вот таком досуге, на таком сервисе система, она недостаточно. Она должна быть сбалансирована другими сферами проведения досуга. Я за рестораны, я за пекарни, я за прекрасные курорты, я за гостиницы. Но это непомерно много взяло на себя экономики этих стран. Нужно создавать нишевые, альтернативные или другие предложения, связанные, ну не знаю, простите мой, не, 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 скажем, там, интеллектуальный туризм. Я только пример один привел, да. Другие формы досуга, другой сервис. И это могло бы расширить некоторые сегменты экономики, сервис, да, он бы был более, как это сказать, диверсифицирован, да. Он бы получил другие пункты выхода на этих граждан. Потому что эти граждане, например, те 30-40%, они не будут в дорогих гостиницах останавливаться и так далее. Не обязательно они будут ехать в Ниццу или там, не знаю, куда, на дорогие курорты. Им нужны альтернативные, но не менее качественные, внутренние предложения. Особенно это касается Украины. Так, коллеги, спасибо. У нас осталось мало времени, у нас еще есть полтора вопроса. Один от нашего участника и полвопроса от меня. Значит, вопрос звучит так. Глядя на неспособность государства выполнять роль лидера, получая высокую оплату в виде налогов за свою регулярно невыполняемую работу, какой ваш прогноз отношений бизнеса и государства? Вот Леонида Савченко. Вопрос к желающим ответить. Ну, я это изобразил в виде метафоры теста, которое вылазит из кастрюли. Я и говорил о том, что бизнес в сотрудничестве с гражданским обществом должен оптимизировать государство. И здесь уже нужно думать о стратегиях на разных уровнях, как это возможно. Это государство слишком большое. Оно много поглощает. Ну, это зависит от страны. Вы знаете, если говорить о европейских странах, здесь это, в общем-то, спалька. Это очень такая сильная спалька. Это, по сути, одна сила бизнеса и государства. То есть у них разделение, так сказать, территорий есть, но они очень сильно зависят друг от друга. Поэтому надеяться на то, что бизнес станет против государства или государство против бизнеса, я в это не верю. Уж больно эта долгая схема существует. Она приносит свои плоды достаточно неплохие. Бизнес лоббирует какие-то законы государства. Государство, безусловно, лоббирует какие-то бизнес-интересы. Очень хорошо, в общем-то, душа в душу живут. И я не думаю, что если только не заставить жизнь какие-то огромные экономические кризисы, я не думаю, что само это произойдет, но мы в состоянии немножко как-то это чуть-чуть войти в эту игру какой-то третьей силой. Я здесь только повторю, что главное, чтобы государственность не была бизнесом, и тогда все будет хорошо. Окей, спасибо. Я не могу не задать вопрос, который не очень популярный. Его мало кто обсуждает в последнее время. Как каждый из вас относится к коронавирусу и к тому, что сейчас происходит в мире, связанная сайта? Это ваша половинка вопроса, Сергей? Да. Я отношусь положительно, так скажем. Как ни странно, я считаю, что это, конечно же, с одной стороны вроде как плохо. Я не говорю, что я этому радуюсь. Я говорю, что это в конечном итоге послужит оздоровлению нашего общества и переходу на новую ступень развития. Хотя, может быть, я излишне оптимистичен. Опять, на вопрос сложно ответить прямо, я сейчас прямо отвечу, потому что тут же возникают люди, которые говорят, ну вот умирают люди, вокруг трагедии, рушатся бизнесы. И поэтому говорить прямо и просто нельзя. Нужно постоянно говорить, что есть и то, и другое, и третье, и четвертый. Но если говорить о моей центральной установке, это установка человека, который с интересом, и вниманием следит за экспериментом, который человечество, особенно западное человечество, сейчас над собой ставит. Такого эксперимента мы не могли себе представить еще полгода, год назад. И вот для меня, как для человека, занимающего себя мышлением, это небывало продуктивное время наблюдения за людьми, системами, теми лакунами и слабостями глобального мира, которые мы выстроили. Я сейчас активно думаю над тем, какие возможны альтернативные варианты развития после. Поэтому я к этому отношусь как благодарный и заинтересованный наблюдатель, не сбавляя трагизма, не сбавляя того плохого, что происходит. Я рассматриваю это как шанс для переосмысления путей человечества, путей глобального мира и личности каждого из нас в отдельности. Это шанс увидеть со стороны или по-другому реальность. Это мой ответ. Да, я вот могу сказать, что при всей тяжести ситуации, в принципе, мне очень не нравилось то, что происходило в последние годы во многих сферах, вот то, о чем я говорил до этого в нашей беседе. И в какой-то степени я отношусь к этому как к шансу, потому что это должно было произойти, я считаю, какой-то взрыв вот этого вот, да, кризиса, он назревал, он назревал, даже я в интервью еще год назад давал интервью, сказал, что я уверен, что он будет в ближайшие пару лет, будет очень серьезный какой-то кризис, будет, что-то произойдет, потому что это назревает. И этот нарыв как бы он зарос, куда это, да, приведет, я не знаю, но действительно, во-первых, очень много, так сказать, перемен происходит и очень-очень интересный период наблюдать со стороны, хотя он и тяжелый, конечно, для всех. И с надеждой, я смотрю с надеждой, что, может быть, вот эта очень негативная, на мой взгляд, тенденция, о которой я говорил раньше, что как-то вот она, это послужит катализатором к изменению и к тому, что мы все-таки начнем отходить вот от той схемы мышления вообще и видение мира, которое в последнее время начало укореняться у людей. Может быть, и нет, может быть, и ровно наоборот, это только ускорит процесс, но, по крайней мере, появился шанс, и считаю, что мы должны как бы приложить, вот сейчас очень важное время, так сказать, приложить все усилия для того, чтобы воспользоваться этим шансом. Каждый человек в отдельности и социум вместе, да, потому что его может уже не быть и долгий год, то есть это такой переходный период, он безумно интересный, он исторический, я в этом уверен, что это очень такой исторический период важный, и мы в нем живем, надо принимать, какой он есть, и, в принципе, как-то удачно из него выйти. Спасибо, Владимир, спасибо большое. Ну, и я предлагаю завершить таким небольшим резюме от каждого из вас. Может быть, это резюме могло бы включить, с одной стороны, набор тезисов с выводами, то, что мы сегодня обсудили, и вторая часть резюме, может быть, какие-то рекомендации от вас, бизнесу украинскому, как минимум тому, который сейчас находится в этом чате. Или же, как хотите, так и резюмируйте. Я тогда передаю слово снова вам, кто хотел бы начать. Я попробую, это сложная задача, попробую быть максимально острым и точным. Первое. Мы говорили о смене парадигмы. Смена парадигмы связана с тем, что базовые идеи, ценности и цели, лежавшие в основе старого мира, они показали свою противоречивость и слабость. Эта система взорвалась изнутри. Второе. В разговоре возникла вторая тема. Это значит, что мы должны учиться входить в новую парадигму, пересматривать общественный договор, пересматривать то целое, Сергей, о котором вы говорили, которое мы выстраивали. Возможно, это было хаотическое целое, где какие-то узкие группы прикрывались интересами человечества. Третий шаг. Мы подошли к тому, как конкретно эта смена парадигмы должна происходить. Это речь идет о новых ценностях, о новых смыслах, о пересмотре роли государства, о пересмотре философии экономики, о пересмотре философии политики и о пересмотре личностью своих задач, своего мира и того, как он может распоряжаться своим посудом. Переходя к Украине, мы сказали о том, что эту новую парадигму Украина желательно должна застать не в ситуации просящего, слабого, лишенного мозга, тела, лишенного головы, а системы, которая создает автономную, региональную, оригинальную систему, которая ищет взаимодействие с другими такими же системами, где мы и бизнес, и люди, занимающиеся мышлением, наукой, культурой, должны взаимодействовать для того, чтобы придать нашей системе самостоятельность, силу и перспективу. И завершаю. В такой системе бизнес будет перестраиваться и переходить в гораздо, по моему мнению, более совершенное существование. Это будет бизнес, который работает на свою страну, который имеет определенные цели и стратегии, связанные с этой страной, и который именно здесь может получить шанс для многих и многих сфер, которые еще не показались и не проявили себя как возможной перспективной целью развития. И вот наш разговор втроем о том, как от досуга и технологий мы снова переходим к гражданам, которые будут потреблять возможно те ценности, которые еще не готовы видеть, потреблять. Мне кажется, что это шанс для бизнеса и для всех нас украинского сделать шаг в эту новую парадигму. А если еще более кратко, мир меняется, наше место в нем должно быть не местом зависимости, а местом самостоятельности. И в этой самостоятельности должны принимать участие все и бизнес, и интеллектуалы, и возможно новые лидеры. Это мой ответ. Да, я считаю, что касательно первого вопроса, что вот, как я уже говорил, резюмирую, очень важный сейчас момент, когда мы не должны его пропустить, такая точка невозврата, после которой уже, наверное, не отыграть будет назад, может быть, еще там полувека-век. Это осознать критичность ситуации, именно критичность ситуации в том, что мы дали очень много пространства элите, там, условно в кавычках, бизнес и государственной элите, и мы должны начинать его отыгрывать назад. Если мы не сделаем это сейчас, но это, может быть, уже и не будет такой возможности через 10 лет. Это первое. Второе, все-таки осознание, очень бы хотелось, я в это лично верю, и очень бы хотелось, чтобы все-таки люди перестали внушать себе, что они муравьи, вот, да, и вот слоны, какие-то гиганты ходят в виде финансовых корпораций или правительств, которые, в общем-то, могут растоптать как муравья. Нет, я считаю, что люди, в принципе, идея, когда какая-то идея движет к людьми, и они начинают объединяться вокруг этой идеи, это сила не менее мощная, чем вот эти элиты, так называемые. То есть, это, вот, мне кажется, два таких важных очень момента. То есть, как бы, понимание, что уже нельзя больше сидеть, пора вставать, даже если это кажется опасным, но сидение, оно точно, оно 100% приведет к поражению. Продолжать вот действовать так пассивно и смотреть за всем происходящим, как нас потихонечку Google выгоняют. Это первое. Что касается бизнеса в Украине, например, да и вообще везде, но я думаю, что это время просто начинать нестандартные решения находить, начинать мыслить. То есть, старые, скорее всего, схемы, ну, многие из них перестанут работать, но всегда открываются какие-то новые спросы, новые идеи. Мне кажется, тот, кто хорошо как бы встроится в это, поймет новые тенденции, может быть, спросы новые, которые будут в ближайшие годы, в принципе, это также возможность, вот, как, знаете, в разные времена, то есть, были переходы на эта возможность, в принципе, безумно успешным стать через несколько лет, то есть, но, мне кажется, очень важно перестать вот действовать сто процентов по старым этим законам, там, экономическим, бизнес даже, то есть, мне кажется, мир изменится, и тот, кто угадает, в какую сторону, и очень творчески подойдет к решению вопроса, и, в общем-то, что-то построит в это время, ну, может быть, не сразу, сначала выжить надо, но построить в правильном направлении, тот, в общем-то, может быть, стать безумно успешным, на самом деле, в разы, десятки раз увеличить, так сказать, свой капитал и вообще успешность, да, выстроить абсолютно новые какие-то бизнесы с новыми идеями. Вот, мне кажется, что есть и возможность, не только минусы в этом кризисе, но сначала, повторюсь, сначала первый год просто надо как-то продержаться, я думаю. Я очень коротко скажу, что 20 тысяч лет назад ничего не менялось на протяжении тысячелетий, и можно было планировать на тысячелетия, и это было бы верно. Тысячу лет назад все менялось раз в 100-200 лет. Сто лет назад все менялось раз в 10 лет, может быть, 20. Мы здесь в основном люди, собравшиеся, рожденные в Советском Союзе. Сколько всяких парадигм уже за это время у вас сменилось, я думаю, и не сосчитать. Поэтому единственное, что следует брать в расчет, что все будет меняться и дальше, и возможно будет меняться еще быстрее. Поэтому здесь только по совету и завету Насима Талеба надо думать о том, как наши бизнесы сделать антихрупкими, чтобы те изменения, которые у них происходили, они их не убивали, а делали бы сильнее. Может быть, наоборот, даже мы внедряли в них такие техники, технологии, инструменты, которые бы благодаря этим изменениям приносили бы прибыль и пользу. Я не исключаю, что возникнут какие-то спросы и может быть довольно много, которых вообще сейчас нет еще. Абсолютно нет, и мы, может, даже себе не представляем, но кто-то, который хорошо это проанализирует, продумает, угадает, он, в общем-то, создает целые новые отрасли какие-то, да, и возглавит их, возможно, поэтому возможности есть. Хорошие советы, хорошее резюме. Я хочу всех поблагодарить Владимир, Андрей Владимир. Была очень крутая интеллектуальная смысловая беседа, таких бесед действительно не хватает, и не хватает людей, которые умеют мыслить так вот глубоко, системно и многогранно, поэтому еще раз спасибо большое, хочу пожелать всем нам здоровья, позитива, поиска новых возможностей, больше кооперации и сотрудничества, и, конечно же, больше интеллекта и мышления в нашу рутину и ежедневную идею. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Спасибо всем, было очень интересно с вами. Дорогие слушатели, тоже желаю вам здоровья и спокойствия в это время, да, спокойствия, твердости духа. Да, я не раз в вашем клубе был, мне там очень нравится, очень хорошее место, я там все время журналы философии нахожу, очень классно у вас, там, 10 виртуально посидел на сцене, тоже здорово. Спасибо, что пригласили. Спасибо, до свидания. Спасибо, счастья всем и здоровья. Благодарю.